друзья всем привет поговорим сегодня про пенсии почему они у нас такие маленькие как работает пенсионная система и кто у кого их крадет почему крадет потому что часто бытует такое мнение что государство и пенсионный фонд они крадут наши пенсии да все не могут нажраться удовлетворить свои какие-то низменные потребности поэтому воруют наши пенсии конечно это такое довольно бредовое утверждение но тем не менее она достаточно широко распространено и оказывается что это довольно сложная тема для понимания и многие до сих пор не знают как все устроено и продолжают испытывать там негатив по отношению к руководству нашей страны и что интересно вот под каждым роликом на подобную тему когда люди пытаются объяснить как это все устроено появляются какие-то злобные комментарии где люди значит гневно закидывают просто помидорами и говорят типа вот ты попробуй поживи на пенсию тогда поговорим или там что-то типа чё-то их защищаешь чё-то скатываешься чё за заказуха и так далее друзья поймите я не говорю что у нас пенсии замечательные да и всего всем хватает нет они действительно у нас очень маленькие но главный здесь вопрос почему так происходит да вот с этим надо разобраться и где государству брать эти средства на выплаты пособий понимаете этот ролик не о том чтобы там кого-то защищать или там кого-то оправдывать в этом просто и нет никакого смысла потому что вот в этой ситуации сегодня конкретно никто не виноват просто так сложилось исторически и сегодня мы имеем то что имеем определенные события в нашем прошлом они вот сформировали ту реальность и ту картину в которой мы сейчас находимся и все что мы видим и все что происходит является следствием определенных событий которые там когда-то происходили в нашей стране да здесь резонно могут сказать типа ну тогда надо что-то делать чтобы эту реальность менять да конечно надо делать и многое делается просто это очень сложная история и вот однажды получив какой-то сбой да или неправильное направление и невозможно просто исправить там по щелчку пальца или почему-то хотенью при этом надо брать во внимание что всегда вокруг происходят какие-то другие события которые тоже влияют на развитие ситуации в мире и в стране и не всегда все зависит от нас например мы прилагаем какие-то усилия чтобы сделать что-то позитивное а параллельно происходит событие какого-то негативного до характера которые нивелируют вот этот позитивный эффект а иногда происходит событие такого глобального значения и они не просто нивелируют позитивный эффект а уводят его вообще куда-то в минус и таких событий в истории нашей страны за последний период было довольно много это и развал ссср когда по сути все обнулилось и вообще непонятно что происходило 90 с разрушением промышленности с изменением экономической модели с вот этими всеми там чубайсовскими шоковыми реформами которые к тому же забросили нас в демографическую яму нынешняя ситуация с санкционным давлением поэтому здесь нет какого-то хорошего рецепта как это изменить я в принципе не собираюсь этих рецептов предлагать или там их давать я просто хочу объяснить как это устроено хотя и на это вот когда объясняю человеку как это устроено можно услышать претензию типа ну и что дальше а мне-то что с этого ну устроено так устройте типа лучше почему я должен терпеть по мне от этого не легче да наверное от этого не станет легче но возможно это направит ваши мысли в другое какое-то русло и вместо стенаний проклятий в адрес правительства потому что все равно это бессмысленно даст вам какое-то другое направление и особенно наверное это будет полезно тем кто только вступает в жизненный трудовой путь потому что вот у молодых людей есть хорошие шансы начать грамотно распоряжаться финансами делать самостоятельные какие-то накопления вложений именно с расчетом чтобы обеспечить себе достойную старость и уже как бы ни от кого не зависеть при этом государство независимо от этого все равно обеспечит вам какие-то выплаты ну тогда это просто будет уже каким-то дополнительным бонусом друзья для того чтобы иметь возможность обеспечить себе достойную старость и не зависеть ни от каких катаклизмов и не уповать на пенсию надо хорошо зарабатывать уже сегодня сегодня многие смотрят в сторону но IT, потому что мало какая сфера дает такие зарплаты, возможность работать дистанционно, преференции от государства и прочие бонусы. Но есть проблема в IT десятки профессий, и как понять, какая подойдет именно вам? Чтобы получить удовольствие от процесса и радость от достижений, а не усталость и выгорание, важно не ошибиться с выбором. Ребята из SkillFactory разработали бесплатный онлайн-проект IT-Rengen. 22 мая в 19 часов по Москве пройдет бесплатный онлайн-эфир с актуальным обзором IT-рынка. В эфире участвует практикующий эксперт от каждого IT-направления. Это аналитика, data science, разработка, тестирование, информационная безопасность. Вам расскажут просто о сложном. Вы узнаете, какие задачи решают разработчики, как работает нейросеть и реально ли взломать гаджет за 5 минут. А еще вы узнаете не только о плюсах, но и о минусах IT-профессии. Вместе с этим вас ждет рассказ о том, к чему необходимо быть готовым при переходе в IT. Эксперты обсудят топ-5 причин, из-за которых студенты забрасывают обучение и как этого избежать. По итогу эфира вы получите полноценное понимание того, как определиться с профессией в IT и какие дальнейшие шаги необходимы конкретно вам, исходя из вашего случая. Более 150 тысяч человек уже нашли свое место в IT благодаря этому проекту. Выпускники Skill Factory работают в Яндексе, Сберия, МТС, Озон, ЦИС, КНВИДЕО и других крупных компаниях. Хотите так же? Регистрируйтесь бесплатно по ссылке в описании или по QR-коду. Итак, друзья, вот самое сложное, что люди отказываются понимать, как устроена пенсионная система, солидарная пенсионная система, которая у нас принята, при которой мы ничего не накапливаем. То есть мы зарабатываем баллы, на основании которых будет рассчитана наша будущая пенсия, но мы не копим ее в пенсионном фонде, понимаете? Деньги там не лежат. При солидарной пенсионной системе они сразу идут на выплаты текущим пенсионерам. То есть мы содержим тех, кто сейчас находится на пенсии. А когда мы выйдем на пенсию, то нас будут содержать те, кто придут нам на смену. И они также будут перечислять деньги в пенсионный фонд, которые будут поступать туда и сразу же поступать адресату, понимаете? Вот так устроена эта система. Самое главное, что надо понять и запомнить, мы ничего не накапливаем. То есть деньги, которые мы платим в пенсионный фонд, они сразу идут на оплату текущим пенсионерам. Просто часто можно встретить вот самое распространенное заблуждение, что типа вот пенсионный возраст подняли, чтобы люди не доживали до пенсии, значит, а их деньги, которые там скоплены в пенсионном фонде, правительство вот эти деньги украло. Вот это просто полный бред, надо оставить это раз и навсегда. Государство не ворует пенсии, оно наоборот добавляет в этот пенсионный фонд, причем очень немаленькую сумму, потому что денег, которые собираются с работодателей в виде налогов, их не хватает на то, чтобы удовлетворить даже вот те очень скромные пенсии, которые оно платит. Почему так происходит? Потому что есть дисбаланс работающих и неработающих людей. В России работают и отчисляют в пенсионный фонд около 48 миллионов человек. Можно вот просто взять, посчитать на калькуляторе, например, среднюю зарплату возьмем 50 тысяч рублей, как бы условно, да, отчисление работодателя составляет 22%, это получается 11 тысяч. Вот, и платят эти деньги именно работодатели, что тоже важно, потому что есть такое заблуждение, что вот если бы типа не эти отчисления, то человек получал бы больше зарплату. Ничего подобного, человек устроился на работу за 50 или 40 тысяч, и к этой сумме, а не из нее, вот к этой сумме сверху работодатель платит, исходя из этой суммы, работодатель платит в пенсионный фонд 22%. И эти 22% никаким боком, никаким образом не могут попасть к человеку, нигде, никак и никогда. И даже если человек, например, по каким-то причинам переходит на серую схему, да, и официально увольняется, но продолжает получать зарплату в конверте, никто ему не будет сверху доплачивать вот эти 22%, которые бухгалтерия платила в налоговую, да, в пенсионный фонд. Это бред. Человек так и будет получать 50 тысяч, просто на этом будет экономить работодатель. И таких схем у нас очень много. А также много схем, когда человек, например, получает минимальную зарплату, с которой бухгалтерия платит, не из которой, а начисляет, исходя из которой, в пенсионный фонд, а остальное человек получает в конверте. И получается, что денег, которые собирают с работающих людей, никогда не хватает, да, хотя солидарная система рассчитана именно на то, чтобы работающие сами себя содержали. Такой вот, как бы, законодательно оформленный договор о взаимопомощи. И эта система изначально была принята в СССР, вот, потом перекочевала к нам, и поэтому невозможно ее вот взять и просто по щелчку пальца как-то не улучшить, не изменить, не перейти на накопительную. Я об этом скажу чуть позже. И смотрите, значит, получается 48 миллионов человек отчисляют ежемесячно, значит, ну, не они, а работодатели за них отчисляют 11 тысяч рублей. Вот. В год это получается 6 триллионов. А пенсии у нас получают 42 миллиона человек. И по последним данным средняя пенсия по старости составляет там 18 тысяч рублей. Понятно, что где-то кто-то получает больше, где-то меньше, но, тем не менее, в среднем картина примерно такая. Значит, умножаем это на 42 миллиона и умножаем на 12 месяцев, и получается 9 триллионов. А собирают всего лишь 6 триллионов. 9 триллионов – это очень большая сумма. Это почти половина бюджета. Для сравнения, это вообще самая большая статья расходов бюджета. Это больше, чем тратится вообще на все остальное. Чем на зарплаты бюджетникам, чем на нацпроекты, чем на проекты, на строительство каких-то там инфраструктурных объектов. Больше, чем на развитие каких-то отраслей. Больше, чем на зарплаты всех вместе взятых чиновников. При том, что чиновники могли бы получать и поменьше, с этим никто не спорит. Но это никак не взаимосвязано. И даже если всех чиновников лишить зарплаты, направить их в пенсионный фонд, то это никак почти не повлияет на ситуацию. Потому что в процентном соотношении их гораздо меньше. То есть основная сложность – это большое количество пенсионеров и маленькое количество работающих. Относительно того количества пенсионеров. При том, что в России так-то порядка 80 миллионов работоспособного населения, но работает из них официально только 64%. И вот если бы эти люди все работали официально, отчисляли бы в пенсионный фонд, то он мог бы платить вот те нынешние пенсии, возможно, уже без помощи государства. И, возможно, вот те 3 триллиона, которые вливает государство в федеральных бюджетных средств, они бы просто добавляли сверху. И тогда пенсии выросли бы на ту сумму, которую можно пропорционально поделить и вычислить. Я сейчас посчитал на калькуляторе. Это получилась бы прибавка к пенсии, если бы пенсионному фонду хватало, если бы те 3 триллиона государства не направило бы в какие-то другие, на какие другие нужно, если вот их все разделить, то получилась бы прибавка в 2800 рублей в месяц. Ну, тоже согласитесь, это ни о чем. Ну, а может быть, государство бы и не стало давать вот эти деньги в пенсионный фонд, если бы он вышел на автономную работу, на самоокупаемость, а направило бы их на реализацию каких-то там, не знаю, объектов, на строительство и что-нибудь еще. Потому что все равно вот эта вот сумма, там, 2800, она особой роли не играет для людей, но для страны это большой недочет в плане того, что эти средства направлены не на развитие, а просто тупо покрывают дефицит из-за недостаточного количества работающих людей. То есть, вот в этом большая проблема. И решить ее в каком-то обозримом будущем вряд ли получится. Просто надо об этом говорить людям, организовывать какие-нибудь там курсы финансовой грамотности бесплатные, да, для населения, там, учить обращаться с деньгами, не знаю, учить инвестициям, вкладывать, ну, хотя бы там копить деньги, надо учить людей. А у нас того вообще нет. И приходится вот так в виде частной инициативы, там, блогерам что-то разъяснять, но при этом существует и куча каких-то вообще мошенников, да, инфоцыган, где вместо финансовой, там, грамотности тебя облапошат или затянут куда-нибудь, да, на какой-нибудь марафон желаний, какой-нибудь Блиновской или кого-нибудь еще. Вот честно, я честно спрошу, Блинов. И получается так, что при такой вот системе и при таком коэффициенте отчислений в 22% и при средней зарплате, там, условно, 50 тысяч рублей, для того, чтобы средняя пенсия была хотя бы 40 тысяч рублей вот в рамках вот этой солидарной системы, а другой мы все равно сейчас придумать не можем. Так вот, чтобы это работало, надо, чтобы работающих людей в стране было 168 миллионов человек. Понимаете, это из расчета, там, 4 рабочих на одного пенсионера. А у нас сейчас получается практически один к одному. И вот здесь можно попробовать поискать виноватых, потому что вся эта ситуация – это не что иное, как следствие распада СССР. И 90-х, когда чудовищно упала рождаемость, когда чудовищно повысилась детская смертность, и когда сегодня говорят, типа, ну что вы все пеняете на эти 90-е, да, уже 20 лет прошло, как это все связано, уже давно можно было бы все это исправить. Да вот так это и взаимосвязано, что дети, которые не родились в 90-е, из-за того, что резко упал уровень жизни, там, ухудшилось экономическое состояние, там, и страны в целом, и каждого отдельного человека, вот те дети, которые не родились, они сейчас как раз бы достигли работоспособного возраста, и, может быть, не было бы такой чудовищной диспропорции. То есть они бы пошли сейчас на работу, стали бы платить налоги, отчисления, родили бы своих детей, и население бы в стране росло. И ситуация бы потихоньку изменялась. Но вместо этого у нас растет нетрудоспособное население, пенсионеров становится все больше, продолжительность жизни растет, это тоже делает свой вклад. Как бы растет, и слава богу, просто я говорю, что это повышает нагрузку. И при этом трудоспособное население слишком мало, для того, чтобы достойно обеспечивать тех, кто сейчас не работает уже. Вот она и вся правда. И для того, чтобы исправить ситуацию в будущем, надо повышать рождаемость сейчас. И поэтому мы видим все вот эти существующие сейчас стимулирующие меры, там, материнские капиталы, пособия всякие и так далее. А поэтому, когда возникает вопрос, а что государство делает для того, чтобы исправить ситуацию, вот это и делает. Пытается восполнить демографический пробел материнскими капиталами и различными пособиями. Это кажется, что это мелочевка, но в реальности это очень дорого обходится бюджету. Так что еще раз, друзья, вот я пытаюсь это объяснить для тех, до кого никак не доходит. Для тех, кто пишет вот такие гневные комментарии, что типа, вот человек всю жизнь как бы работал, потратил до пенсии, не дожил год, где деньги его? Куда его деньги дели? Почему родственникам не отдают? Потому что у нас не накопительная система, а солидарная. Никто ничего не копит, а зарабатывает баллы. Поэтому нет ни у кого никаких накоплений. А если человек будет жить до 100 лет, будут ему платить пенсию до 100 лет. И это тоже будет нагрузка на бюджет, и никто не будет никого специально приходить и говорить, что-то ты долго живешь, давай, завязывай. Мы типа на это не рассчитывали. Нет, есть как бы нагрузка, и все, и платятся деньги. У нас, кстати, пытались ввести там частичную накопительную пенсию, все, вот проводили там какие-то эксперименты. Понятно почему, потому что пытались как-то улучшить эту систему. Там вообще была какая-то сложная история, потому что часть какая-то от этих вот 22%, по-моему, 6% должна была отчисляться в накопительную по желанию человека. Но потом поняли, что это неэффективно, и как бы это просто размазывание сумм. Человек в итоге толком ничего не копит, ничего не накапливает из этих денег. А при этом пенсионный фонд еще больше недополучает, и государству еще больше надо вливать федеральных денег. Короче, пытались таким вот гомеопатическим способом попробовать перейти на накопительную систему, потому что сделать это разово, вот так вот просто взять и перейти, это невозможно. Это ни одно государство мира это не вытянет. Почему? Потому что должно вырасти поколение. То есть 40 лет люди должны жить в этой накопительной системе, чтобы что-то себе накопить. И когда мы смотрим на примеры каких-нибудь других стран, где существует накопительная часть, где существуют там разные, есть части страховая, накопительная, то надо понимать, что они просто удачно как бы влились, они вошли в эту пенсионную систему грамотно, она там у них не претерпела никаких изменений, не развалилась там вместе с тем, как наша страна развалилась. Вот, и поэтому где-то системы работают нормально, со временем совершенствуются, ну, а у нас, еще раз говорю, мы стали просто заложниками вот этой социальной системы. Тем более перетерпели такие вот серьезные перетрубации во время развала страны. Так вот, объясню, почему нельзя перейти по щелчку пальца на накопительную систему, потому что, вот я говорю, 40 лет, то есть должно сформироваться поколение, прожившее, рабочее поколение, прожившее в этой накопительной системе. То есть поколение, прожившее 40 лет, вот оно может попытаться сформировать себе какие-то накопления за это время. Вот, но если, значит, они сами будут себе формировать пенсию, тогда придется снять с них нагрузку, то есть они уже не должны будут отчислять в пенсионный фонд на солидарную систему. Но, простите, а кто будет платить тогда нынешним пенсионерам? Вот тем 42 миллионам, которые у нас сейчас получают пенсию от тех, кто платит деньги в пенсионный фонд, с ними как быть? Вот им тогда кто будет платить? Что, бросить их просто на произвол судьбы? И все, типа, каждый, кто как хочет? Нет, конечно, это придется, тогда все время всей этой нагрузки ляжет на государство. Или, например, тем, кому осталось там 5 лет до пенсии или 10, вот они что за это время накопят? Естественно, ничего. И тоже они будут вынуждены висеть на государстве. И получается так, что вот эти вот 40 лет государство будет вынуждено отдавать просто половину бюджета пенсионерам. Вместо того, чтобы развивать экономику, устроить там заводы, вкладывать в промышленность, там поддерживать сельское хозяйство. Короче, все то, что работает на развитии экономики, вот от этого, от всего, тогда надо будет отказаться на 40 лет, как минимум, чтобы перейти на накопительную систему. Но при таком раскладе не будет вообще ничего, не расти в плане экономики, не развиваться, не строиться, понимаете? И потом, накопительная система имеет очень большие риски. На Западе, например, накоплениями вот этими там пенсионами управляют различные инвестфонды. И был у них период относительного спокойствия, значит, и расцвета вот всей этой, как бы, финансовой истории. И все было хорошо, люди получали, как бы, деньги. А сейчас, когда начинает лихорадить и колбасить их финансовую систему, то непонятно, к чему это приведет. А приведет это к тому, что в один прекрасный момент вот эти инвестфонды могут прогореть и перестать просто выплачивать пенсионерам эти деньги. И это может произойти вот уже в обозримом будущем. И наверняка где-то уже происходит, потому что была информация, что, значит, какие-то пенсионные фонды Америки вкладывали деньги в наш госдолг. Ну, после введения санкций, значит, вот эти вот доходные бумаги им приходилось продавать, попадая в минус. Короче, там у них все это большое казино работает, система довольно сложная. Но сейчас вот в мире, когда идет такая нестабильность и турбулентность, еще непонятно, чем это вообще у них все закончится. Ну, а у нас эта тема вообще не особо развитая. Люди могут вообще стать жертвы каких-нибудь мошенческих схем, вложить в какой-нибудь там МММ, прогореть, а потом репу чесать. Типа, государство, что делать? Вот, значит, верните деньги. Но государство здесь при чем? Это же как бы уже ваша получается ответственность. Но при этом понятно, что государству нужно будет как-то вмешиваться и что-то делать. И такая интересная история. Да, ладно, значит, нам государство не нужно, мы будем сами. Попробуем, а если не получится, будем, придем опять будем права качать. Ну, как-то тоже это неправильно. Потому что сейчас хотя бы минимальными какими-то выплатами обеспечены все. И независимо от того, сколько человек живет. Хоть там до 80 лет, хоть до 100. Государство будет платить каждый месяц вот ту сумму, которую человек заработал, ну, исходя из вот этих бальных исчислений. А вот представьте, что человек, например, накопил себе там, ну, сколько вот может человек за 40 лет накопить, отчисляя по 22% из зарплаты. Ну, например, вот из 50 тысяч сейчас прикинем. И копит он, кстати, теперь именно из этой суммы. То есть фактически на руки у него теперь получается меньше. Потому что если раньше он получал 50, и сверху работодатель платил в пенсионный фонд, да, там 22%, то теперь он сам откладывает, там, например, 10 тысяч ежемесячно на пенсию. Так, 10 тысяч умножить на 12 месяцев и умножить на 40 лет. Получается, за 40 лет можно накопить 4 миллиона 800 тысяч рублей. Но через 40 лет, с учетом инфляции, это будут уже совсем другие деньги, они обесценятся. Понятно, что они где-то должны лежать на вкладе, приносить какой-то процент, но это все равно будет не так много. И проценты эти будут, скорее всего, покрывать именно инфляцию. Так что с учетом процентов, какая бы сумма ни получилась, там, через 40 лет, это все равно будет примерно эквивалент нынешних вот этих 4 миллионов 800 тысяч. Конечно, если вы не захотите поиграть на бирже и, возможно, куда-нибудь хорошенько вложиться и приобрести тогда сверх нормы, а, возможно, потерять все ваши накопления. Ну, допустим, что все нормально и удалось выйти на пенсию в 60 лет. И так как вы получали, ну, вот там, 50 каких-то условных тысяч, то такую сумму, естественно, вы себе намеченное довольствие и выделите. Да? Обращаю внимание, друзья, что вот мы оперируем этими суммами для простоты понимания, потому что, еще раз говорю, с учетом инфляции, с учетом процентов, эти цифры будут другие. Но эквивалент будет равняться тому, что сегодня составляет, например, 50 тысяч в виде зарплаты и, значит, накопление, там, за 40 лет 4 миллиона 800 тысяч. Так вот, друзья, исчерпаются эти деньги за 10 лет, если вы не будете тратить больше, а вы наверняка будете тратить больше. Так что исчерпаются они еще раньше. И вот в 70 лет у вас закончатся деньги совсем. А мы же не знаем, сколько человеку суждено прожить. И вот все, кончились деньги. И государство уже вам ничего не должно. Ни минимальную, там, никакую. А так вы до скольки бы не дожили, вам будет положена ежемесячная выплата, там, с индексациями и так далее. В общем, как видите, друзья, нет здесь какого-то простого и быстрого решения. И никакие нефтегазовые доходы не могут покрыть вот этих вот социальных расходов. И здесь ситуацию исправит только комплекс мер. Это увеличение населения трудоспособного, да, работающих. Повышение рождаемости, увеличение населения вообще, в принципе. Финансовая грамотность самих граждан. Белая экономика, когда будут платиться все налоги. Занятость населения полная и так далее. Вот это вот вкупе даст положительный эффект. Но и то не по щелчку пальца, да, не сразу, а когда-нибудь в будущем. И то в том случае, если, значит, не будет каких-то сбоев, не будет каких-то негативных факторов. А сейчас, как можем видеть и как можем наблюдать, вокруг нас, к сожалению, одни только негативные факторы и существуют. А, кстати, друзья, по нашим природным ресурсам есть интересная статистика, которая дает увидеть соотношение ресурсов относительно территории населения. И эта картина разбивает концепцию, которую вот некоторые нервные наши граждане транслируют просто какими-то истерическими претензиями, что вот, дескать, мы самая богатая страна в плане ресурсов, а живем хуже, чем некоторые другие страны, не имеющие вообще ресурсов, или имеющие ресурсов меньше, чем у нас. Просто, знаете, это не совсем верное утверждение насчет ресурсов. Так-то да, как бы фактически в нашей стране ресурсов много. Но у нас и большая территория, и у нас большое количество населения. А это является ключевым фактором. Ну, например, вот Норвегию часто любят приводить в пример, что вот там тоже добывают ресурсы, и уровень жизни там, дескать, выше. А у нас, как бы, все воруют, все украдено. Но, друзья, надо понимать, что разработка месторождений в Норвегии, она очень компактна. Да и сама страна по площади занимает всего лишь 2% от нашей страны. Ну, просто сопоставьте эти цифры. Вот Россия вот такая, а Норвегия вот такая. Поэтому, несмотря на то, что нефти в России в физическом выражении, да, добывается больше, чем в Норвегии, там, по-моему, в 13 раз, в пересчете на площадь территории страны получается обратный результат. На один квадратный километр в Норвегии приходится нефти 2800 тонн. А в России это 850 тонн на один квадратный километр. И это в три раза меньше, чем в Норвегии. Плюс население. Да, в Норвегии это там 5 всего лишь с половиной миллионов человек. Слушайте, у нас столько проживает в одном Питере. То есть, представляете, целая страна, а у нас это просто один город. А в Москве вообще две Норвегии могут уместиться. Так вот, в перерасчете на душу населения у них приходится 200 тонн разведанных запасов нефти. А у нас, при всем том, что мы самая богатая страна, этот показатель в два раза меньше. У нас приходится 100 тонн на человека. И получается, что фактически Россия, при том, что занимает второе место по поставкам сырой нефти на мировые рынки, но если смотреть на другие страны в пересчете на душу населения, то мы аж на восьмом месте со своими 100 тоннами. Потому что у главных стран-экспортеров средний показатель по вот этим вот разведанным запасам нефти на душу населения составляет 604 тонны. Плюс ко всему наши разведанные запасы нефти и мощности экспортных поставок на душу населения по всем параметрам уступают и Канаде, и Норвегии, даже Казахстану. При этом себестоимость добычи тоже уступает многим странам ОПЕК и даже Норвегии из-за больших расстояний, из-за больших транспортных и прочих сопутствующих расходов. В отличие от других стран-экспортеров, где логистика гораздо проще и все находится в относительной транспортной доступности, все как бы более компактно. Поэтому в перерасчете вот на все эти объективные данные уже нельзя сказать, что Россия самая богатая страна, потому что это все надо добыть, доставить, перевести на большие расстояния и распределить между большим количеством людей посредством поступления налога в бюджет. И все это несоизмеримо больше сопутствующие расходы по сравнению с другими странами-экспортерами. Поэтому нефтянка, она, конечно, поддерживает хорошо бюджет, но она не дает сверхприбыли и не может их давать, которые бы позволили значительно увеличить там пенсии, зарплаты и так далее. Вопреки расхожему мнению. Невозможно просто все деньги оттуда взять и направить в бюджет. Все, я имею в виду, вообще все. Потому что надо платить зарплаты, надо заниматься разведкой, надо вкладывать в развитие отрасли, модернизацию. Надо платить хорошую зарплату управленцам, чтобы они хорошо управляли, и отрасль бы приносила больше денег в бюджет в виде налогов. Это тоже важно, потому что в свое время у нас был такой деятель по фамилии Ходорковский, который сегодня почему-то сильно переживает за жизнь простых россиян, типа, да, переживает. Но в свое время почему-то он, значит, складывал деньги в карман себе, а не в бюджет. Простите. И так наскладывал, что уже 20 лет прошло, а он до сих пор чувствует себя неплохо, живя в Лондоне. Но вот сейчас почему-то озаботился простым русским народом. Переживает за нас Михаил Борисович. А вот нынешние руководители, как раз Сечин, как раз Миллер, вот как раз они обеспечивают наполняемость бюджета, благодаря чему государство может доплачивать в пенсионный фонд сумму на покрытие дефицита, чтобы компенсировать недостаток вот этих вот недособранных средств. При этом и сами, конечно, они имеют, ну, я имею в виду Сечин и Миллер, неплохие зарплаты на уровне мировых управленцев подобного масштаба. Но здесь ничего такого нет, друзья. Просто, знаете, мы вот одной ногой стоим в прошлом и все время оглядываемся на опыт СССР, которого уже давно нет и не будет. А мы почему-то все время рефлексируем по этому поводу. Хотя нам самим надо меняться и становиться более грамотными, не бояться брать ответственность. То есть государство дает сегодня возможность работать, развиваться, учиться, зарабатывать деньги. Просто кто-то ищет возможности, а кто-то на все забил и только критикует и подавая ему всего и сразу. Так не бывает. Я говорю сейчас про молодое поколение, вот которое ропщет, потому что возможностей сейчас очень много. Если бы молодые были поактивнее и там попатриотичнее, глядишь, экономика бы быстрее росла и пенсии бы старикам удавалось поднимать быстрее. Поэтому, друзья, надо заводить семьи, надо рожать детей, создавать бизнес и придумывать проекты. Общество должно быть активным не в плане каких-нибудь там митингов или там погромов или там какого-нибудь популизма, а в плане инициатив. Кстати, у меня вот есть знакомый, который получил субсидию на открытие своего дела от государства. Там сварочная мастерская у него, составил бизнес-план, сам все сделал, сам все написал, просто вникнул, разобрался. Значит, открыл ИП, государство выделило деньги, там 300 тысяч на закупку оборудования. Ничего себе, ну круто. Все, человек открылся, работает. Это все можно сделать там через МФЦ или через госуслуги, пожалуйста. Ну и вообще, друзья, знаете, вот лучше любой пенсии – это благодарные дети, которые будут помогать в старости, которые будут работать в стране на благо ее интересов, платить налоги, обеспечивать поступление в пенсионный фонд. И от этого всем будет хорошо. И тогда все вокруг будет преображаться. Ну а государство в том виде, какой оно есть сегодня, тоже много делает. И работа ведется на всех уровнях. И только слепой этого может не видеть. Просто это не делается быстро, да, и не дает какого-то быстрого результата. Но тенденция к развитию есть. Экономика выжила под таким безумным санкционным давлением. Она перестраивается сейчас. Настраивается. Открываются новые производства. Запускаются целые отрасли. И вот та ситуация, в которую мы сегодня попали со всеми этими безумными санкциями, главное, чтобы не началась большая война. А все остальное будет нормально. Несмотря на то, что это болезненно переживается, да, это открывает нам горизонт перспектив по внутреннему развитию. И это обязательно даст нам возможность в будущем жить и созидать, и уже ни от кого не зависеть. На этом все, друзья. Обязательно подписывайтесь в Телеграме. Там гораздо больше общения, гораздо больше интересных тем. Будете в курсе главных событий без спама. Очень все дозировано, очень культурно. Складываем пазл, следим за мировой новостной повесткой, обсуждаем, реагируем, читаем статьи, кстати, слушаем подкасты, общаемся и дружим. В общем, заходите. Думаю, вам понравится. Ссылка будет в описании. До скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok